Владимир Путин выстроил для себя и своих родственников новое царское село вокруг президентской резиденции в Новоогарёво. Об этом издание «Проект» пишет в своём расследовании, которое частично основано на взломанной переписке бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова. Приданные на Рублёвке для родных Путина готовили заранее. По данным проекта, ещё в 2006 году прилегающие к резиденции земли выкупили в одно время иностранные компании. Подробнее об этом поговорим с Катей Арениной, автором расследований и журналисткой издания «Проект». Катя уже присоединяется к нашему эфиру. Катя, и в принципе главный вопрос, на который хотелось бы услышать ответ. Что же общего у царского села и посёлка Новоогарёво? На самом деле довольно много всего общего. В том смысле, что и в царском селе там императоры как-то стремились к тому, чтобы создать себе побольше резиденций для родственников рядом. Подвели себе отдельную специальную железную дорогу, по которой не могли ездить простые смертные. Так и Путин вокруг резиденции в Новоогарёво построил, можно сказать, дворцы для всех своих родственников. Для него тоже специально там построили секретную железнодорожную станцию. Потому что, как мы и наши коллеги рассказывали в других расследованиях, Путин стал бояться летать и теперь предпочитает перемещаться по России на бронепоезде. В общем, много всего похожего. И кажется, что даже сами члены семьи Путина как-то себя ассоциируют с императорской семьёй. Потому что, например, момент, который есть в видеоверсии нашего расследования, это то, что дочь Путина, Катерина Тихонова, на своей свадьбе, исполняла песню из мультфильма «Анастасия». Мультфильм, собственно, о княжне Анастасии Романовой, которая якобы не была расстреляна во время расстрела царской семьи, а просто потеряла память. Вот её песню Катерина поёт на своей свадьбе, как будто бы она такая тоже потерянная княжна. Но есть ли имперские замашки, если мы говорим о виде этой застройки и об интерьерах и внутреннем декоре, который присутствует в этих домах? Да, конечно, там довольно безумные интерьеры. Например, меня особенно поразила люстра за 72 тысячи евро. Изначально она должна была стоить 100 евро, но вот это показалось дорого Кириллу Шамалову, поэтому там с неё сняли какую-то часть деталей, люстра. Ну вот если бы у вас всё получилось показать, там есть расследование, было бы классно. Такая очень вся, состоящая из золота со всех сторон. Ну и в целом многое из того, что, ну, например, Шамалов рассматривал вариант, не купить ли ему подлинник Ивана Шишкина. Шишкин был любимым художником императора Александра Третьего. Александр Третьего очень любит Путин. В общем, много каких-то таких параллелей. И также в Новоогорёво дом получила не только дочь Путина, но и бывшая жена Владимира Путина вместе со своим новым спутником. Что известно про вторую недвижимость, принадлежащую семье Владимира Путина? Там вообще в этом плане всё очень интересно было устроено. То есть, как мы поняли, Путин ещё в 2006 году начал всё это готовить. Видимо, он тогда понял, что хочет именно Новоогорёво оставить себе как пожизненную резиденцию. У нас бывший президент имеет на это право. И в 2006 году несколько офшоров, связанных с Путиным, купили четыре участка и, ну, соответственно, четыре дома вокруг резиденции в разных посёлках. Два из этих домов получила дочь Мария, видимо, к своей свадьбе с голландцем Йоритом Пассеном. А ещё два дома после свадьбы Катерины Тихоновой записали на её мужа Кирилла Шамалова. И мы долго думали, почему всё-таки у них два дома прямо рядом в одном посёлке, напротив друг друга. А потом поняли, что, в принципе, кажется, Катерина просто любит селиться рядом со своей матерью, бывшей женой Путина Людмилой. И во Франции у них там рядом виллы. И здесь мы думали-думали, по переписке было понятно, по переписке Кирилла Шамалова, на всякий случай уточню, что несколько лет назад журналисты получили к ней доступ, им передал её анонимный источник. Вот, по переписке было понятно, что этим вторым домом пара не пользуется. А потом мы увидели, что, собственно, на второй дом Шамалов выписал доверенность, практически позволяющую всё, что угодно делать с этим домом, на Артура Очередного, нового мужа Людмилы Путиной. И это как раз произошло сразу практически после официального развода Путиных. То есть, как бы, к разводу Путин, получается, подарил бывшей супруге дом рядом с дочерью, рядом с собой, на самом деле, тоже. В вашем расследовании мне ещё очень понравился момент, что подарки, которые вручаются на свадьбу, также легко потом забираются в случае расставаний. Но я думаю, что наши зрители смогут это уже увидеть в видеоверсии вашего расследования под названием «Тайны прачечной Путина, кому построили дворцы в царском селе президента». Так что на YouTube-канале издания «Проект» есть видео, и мы советуем нашим зрителям его обязательно посмотреть. Катя, большое спасибо, что нашли время и рассказали больше о вашем расследовании. Катя Аринина, автор расследования и журналистка издания «Проект», была гостей нашей студии.